Раннее утро, 18 августа. Едем сегодня на море через Зеленоградск. Я хотел снова съездить в Малиновку. Посмотрим, как это получится, но, по крайней мере, путь держим туда. Значит, ребята, кто захочет повторить мой маршрут, надо будет из Калининграда доехать до Зеленоградска. И тут он 10 минут стоит, эта электричка, и потом продолжает свой путь дальше на Светлогорск. Вот мы на ней и поедем. Мы выходим в Малиновке, значит, выход будет из первых двух вагонов, поэтому мы садимся в голову пояса. Все, поехали в Малиновку. Получается, ребята, всего несколько минут ехать нам от Зеленоградска до Малиновки. Сейчас вот расписание заснимем и пойдем путешествовать. Эта электричка, наша ласточка, убежала дальше на Светлогорск, а мы пойдем к морю. Мы недавно были здесь, ребята, но я вам показал не все. Здесь есть еще интересные места, которые я хотел бы вам показать. Вот такая хорошая, красивая дорожка, вымощенная этими кирпичиками такими. Ну вот идем, куда-то выйдем, посмотрим. Вот я хочу сказать, что дорожка-то неухоженная. Тут, наверное, можно было периодически запускать какую-нибудь подметальную машину небольших размеров, чтобы было все чистенько. А пока, вот видите, в таком состоянии она. Ага, вот там я вижу, вон уже видно эти кемпинги, которые народ снимает на лето и отдыхают здесь. Сейчас увидим, мне это тоже интересно. Я когда-то проходил мимо, но давно. Смотрите, тут вот интересная штука такая, не знаю для чего. Велодром, что ли? Тут такие эти... На чем тут можно кататься? Вот кто мне может подсказать? Может на тех же велосипедах? Может на мотоциклах кто-то гоняет? Не знаю. Вот мы идем по этой велосипедной дорожке. А там слева, видите, песчаная дюна, которая отделяет море от леса. Там вон и палаточки стоят. Вот, видите, кроссмены, не только велосипедисты, кросс бегают люди. Ну что, удобно, по тенечку. От солнышка спрятался и летишь. Так, а нам, наверное, надо вот на ту дорожку выйти. Иначе мы пройдем мимо. Велосипедная дорожка же немножко в стороне проходит. Я так понимаю. Тут получается к ним подъезд, к этим кемпингам. Асфальтированная дорога. Ну понятно, что в основном все на машинах приезжают. Музыка звучит в лесу, наверное, в палаточном городке, я так думаю. Кругом такие вот открытые как бы верандочки, не знаю. Стоят столики, лавочки. Можно посидеть, отдохнуть, перекусить в цивилизованных условиях. Ну, так они выглядят. Эти сооружения деревянные из бруса собраны из кругляка. Красиво смотрится, да? И запах тут стоит такой деревом. Потому что кругом дерево. Деревом пахнет. Чуть какая-то база. Я думаю, тут обучают, наверное, чему-нибудь там что-то. Да, это обучение идет к катанию. В таком положении вас меньше будет топить, и комфортнее бегать. У вас не будет расшатого, когда-то скидывается. Ходим цел арслаблено. Добрый день, ребята. Вот, Кёниг-клуб. Кёниг-сёрфинг-клуб. Телефончик есть. Федерация сёрфинга Калининградской области. Вот, видите, именно здесь расположена учебная база. Здорово. Ого, тут вон какой гараж целый стоит экскурсионных электромобилей. Вот это, кстати, насколько я помню, более-менее свежие постройки. Потому что раньше были вот этот райончик был. Вот это я помню. Вот эти свежие. Но он расширяется, район, я хочу вам сказать. Весьма быстро расширяется. Это мы подходим уже, вернее, уже даже подошли, наверное, к западному пляжу, получается. Блин, как тут красиво. Всё это расположено в деревьях, в лесной зоне. Вот согласитесь, приятный отдых всё-таки. Это не коробки железобетонные, а из дерева сделаны дома, где дышится хорошо, легко. Вот, видите, это прежние постройки. Тут целый городок Кайберлев. Такие домики сдаются на лето, и тут можно отдыхать. Телефончик сирфинга. Вот так выглядит внутренняя часть. Люди приезжают на машинах, естественно. Вот такая красота. Всё лето можно тут отдыхать. Очень здорово. Кто хочет, телефончик есть, звоните, узнавайте. А туда идёт выход к морю. Там жилой комплекс уже начинается. гостевые дома с банями, резиденция. Телефончик, пожалуйста. Ну, выход хороший к морю. Короче, мы махнули уже из Малиновки на пляж. Западный получается. Там и резиденция уже рядом. Тут всё получается рядом в шаговой доступности. То есть не обязательно ехать даже на электричке. Можно и пешочком. Не доходя пляжа, тут туалет платный. 30 рублей. Ну, а здесь, естественно, звучит музыка. Гнездо. И гнездо, и там такое гнездо, и изывника, свита. Да? Классно смотрится. Открытые верандочки. Вот так выглядит западный пляж. Сегодня стиль на море вообще. Это палангины и всякие тебе остальные удовольствия. А там вот дальше уже начинается Малиновка. Там, ну, как бы дикий пляж. Я хочу пройтись там, ребят, по велодорожке, посмотреть, куда она выходит. Теперь пойдём на пляж на Малиновку, на дикий пляж. Вот я смотрю, здесь планировали они же делать велодорожку вдоль дюны, но, видимо, народ всё-таки отстоял это дело. И велодорожка повернула вот туда, в лес. А там дальше мы шли по ней с той стороны, увидели, где она. То есть её вдоль дюны, в самой вдоль дюны не повели. Ну, слава богу. Дережанный мостик. Сейчас мы по нему поднимемся, посмотрим. Вид с него какой. Потом можно дальше пройтись тут. С этой стороны вдоль дюны и смотреть, что там находится. Отдых дикарями это всегда приветствую. На природе отдых это то, что надо. вот видите, такой деревянный настил. Он выводит нас к пляжу. Я так понимаю, это конец западного пляжа, конец культурной зоны, так сказать. Дальше начинается пляж Малиновки. Вот это известная нам всем дюна и шикарный пляж. Сегодня очень жаркий день, будет до 33, по-моему, обещали. И смотрите, тишина, штиль обалденный. И, наверное, тёплая вода. А сейчас мы это узнаем. Волны вообще нет. Полный штиль. Это с утра. Потом поднимется ветерок. Поэтому будем быстрее, быстрее, быстрее к морю купаться. Смотрите, ребята, здесь получается всё в зоне шаговой доступности. Вот там видно пирс. Ну, то есть, недалеко. Сколько здесь? Километра два с половиной, три может до него. И это вот всё зона пляжей. Пляжи, пляжи, пляжи. Дальше Сокольники, Куликово, Пионерский. И всё там, всё в ту сторону ещё дальше. Я в прошлый раз не обратил внимания, что здесь вот такие есть береговые укрепления. То есть, как бы металлические такие сваренные конструкции и завалены валунами. Здесь народу всё-таки поменьше, чем там в Зеленоградске. Да, вода классная, прозрачная. И водорослей нет. Тут я разулся, зашёл водичка, вода тёплая сегодня. 22, наверное, есть. Этим, хочу поближе показать. Они уже совсем, как сказать, истончились, эти столбы. Но ещё стоят, ещё держат. и вот эти валуны в середине. Вот так делали немцы. Наши по-другому делают. Ну, я вот пока иду, ребята, что-то пока галька на входе в воду. Я хочу найти, где песок. Я не хочу по гальке заходить. Ребят, я дошёл уже до того места, где был в прошлый раз в Малиновке. Вот с того спуска мы выходили, сюда спускались и здесь купались. Но здесь всё равно тоже галька есть. Я уже дальше не хочу идти, чтобы бегать по пляжу, если хочется уже купаться и загорать. да и до поезда тут будет рядом выходить из. Всё рядышком. Вы видите, тут тоже мелко вон люди уходят метров на 50 и там глубина по пояс. Нет, всё-таки здесь комфортно тем, что народу всё-таки поменьше. Там у нас Зеленоградский как муравейник. А тут достаточно широкий пляж и людей не так много. Температура под 30 градусов на воздухе, вода 22. Пляж заполнен людьми, хотя места ещё здесь достаточно. А что касается там пляжа дальше западного и дальше и дальше и в Зеленоградске там, там всё заполнено вообще до предела. Отсюда видно, видно отсюда, что прямо там человеческий муравейник. А здесь было очень хорошо, здорово. Спасибо, Балтика. Балтика. Балтика.